В 1956 году будущая звезда советских экранов Наталья Фатеева впервые снялась в кино. Уже в 1960 году ей впервые досталась главная роль, а популярность пришла после выхода картины 1963 года «Три плюс два», где Фатеева сыграла дрессировщик львов и тигров Зою. Актриса сыграла много запоминающихся ролей в советских фильмах. Ее любили миллионы людей. А сейчас она живет в затворничестве, передвигается с помощью костылей и вычеркнула из своей жизни детей. В одном из интервью актриса признавалась, что с удовольствием уехала бы еще дальше от семьи, но подводит больные ноги. Уже много лет Наталья Фатеева не общается со своими детьми и внуками. Звезда советского кино мечтает жить на юге, но больше не может вести активный образ жизни. Все уже не только взрослые, а даже уже пожилые. Потом ведь я много раз говорила, что мне нравится находиться одной. Я никогда не скучаю. Я уже редко выхожу из дома из-за болезни ног, а сейчас так хорошо на улице тепло. Естественно, если бы я могла нормально двигаться, то уехала бы отсюда на юг, ведь меня ничего не держит, призналась Наталья Фатеева. Сын 87-летней актрисы Владимир Басов рассказал, что когда у мамы начались проблемы со здоровьем, они с сестрой ее поддерживали и помогали. Но когда ей стало лучше, то дети оказались сразу не нужны. Она отдалилась от своих друзей, детей, внуков. Ей комфортно жить самой с собой, все. И чтобы никого не было вокруг, ей так удобно. Она вообще достаточно безразлично относится к людям, сказал сын знаменитости. Дочь актрисы Наталья – непубличная личность. Когда ей было 16 лет, она родила сына, а мама отказалась принимать внука и предложила оставить его в роддоме. Ребенка забрали в семью парня, от которого родила дочь Фатеевой. Все это время мальчик принимал родного отца за брата, а бабушку с дедушкой за родителей. Тот парень хотел жениться на дочке Фатеевой, но она запретила ему приближаться к Наталье. Внук знаменитости все-таки узнал страшную правду и не смог простить бабушку, отказавшись от нее, как и она когда-то бросила его самого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова